Свой выбор, но не виртуальный, а реальный, сделали и жители труднодоступных поселков и деревень Сыктывдинского района. Чтобы добраться до этих населенных пунктов, специалистам участковых избирательных комиссий пришлось пересесть даже на внедорожнике. В закрывающийся поселок Поинга вместе с избирательным десантом высадился и Евгений Ракин. Селок Поинга был признан неперспективным лет 10 назад. Населенный пункт, построенный в 60-е лесозаготовителями, было решено закрыть. А здешних жителей переселить поближе к цивилизации. Однако процесс этот затянулся на многие годы. Сегодня здесь нет ни школ, ни больниц, ни детских садов, ни почты, ни даже магазина. В общем, все социально значимые учреждения прекратили свое существование. Несмотря на это, поселок продолжает жить своей жизнью. На сегодняшний день здесь по-прежнему прописано около 100 человек. Здравствуйте! Здравствуйте! Учисковая избирательная комиссия с досугами... Приветствую юных избирателей! Раиса Степановна сегодня голосует вместе с внучкой. Пенсионерка уверена, будущее республики за подрастающим поколением. И надеется, что новоизбранный глава региона уделит как можно больше внимания именно молодежной политике. Своего избирательного участка в Поинге нет, а выехать в Ясных довольно сложно. Как-никак 27 километров бездорожья. Поэтому женщина рада, что сделала свой выбор прямо на дому. Вот с детками, например, не выйдешь. Дорога очень плохая. Пришли домой, это слабо Богу. Очень же хорошо, что это сам к нам пожил. У меня возраст, видимо, не маленький. Ближе к 60 годам уже. И по такой дороге не очень-то хочется ездить. Впрочем, с дорогой сегодня повезло, отмечают члены участковой избирательной комиссии. Грунтовка пустовала. Хотя обычно из-за лесовозов проехать по ней практически невозможно. Но несмотря на отсутствие элементарной инфраструктуры, местные жители покидать поселок не спешат. Ведь обязательное условие программы по переселению – рекультивация земли. Это значит, что все постройки в поселке будут снесены. Смириться с этим местные жители не могут. Кое-кто до сих пор держит скот и ведет подсобное хозяйство. Единственный выход для них – перенести свой дом в другой населенный пункт. Но сделать это трудно. Часк это не дают, так, чтобы и строиться. Дают, идите через аукцион, да, покупайте. Вот так говорили. Ну и так в администрации мне, конечно, я не обращался так, чтобы это. А люди обращались, говорят, или получай участок, но квартиру не получишь. Жители Поинги не строят иллюзии. Их поселок доживает последние дни. И им предстоит уже на новом месте начинать новую жизнь. Какой она будет, зависит только от них. Поэтому важно не оставаться в стороне и сделать свой выбор. В предыдущие годы у них еще население побольше оставалось. Мы проводили голосование в здании клуба. Ну, не отапливаемо, просто так, чисто номинально. А сейчас у них уже все закрыто, все уже недоступно. Поэтому сегодня вынуждены каждого на участке, на улице, где угодно ловить. Ну, ничего. Люди довольны. Видите, как все спокойно реагируют. Рады, что к ним подошли. Что их не бросили, не оставили. За один день специалисты участковых избирательных комиссий Сыктывдинского района побывали в девяти труднодоступных поселках и деревнях. На выборах главы республики смогли досрочно проголосовать около 350 человек. Евгений Ракин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.